Меня очень интересовала тема свадебных садов, потому что когда-то я этим занималась, и именно и литовские, и вот эти «Весту-Висодос», они участвовали в этой моей работе. И поэтому отношусь я к этой теме более чем неравнодушно. И потом, если будет время на обсуждение, то опять-таки хотел бы что-то сказать по поводу вот этого доклада. Свадебные обычаи северной, восточной, юго-восточной и даже западной Литвы, плетение сада и его выкуп в день свадьбы, известен только с конца XIX века. Дальше перечисляются разнообразные названия сада, которые интересны действительно с точки зрения его отождествления, с чем он отождествляется. Теперь сады – это некое сооружение, это многогранник, сплетенное из соломы, который подвешивается с потолка над свадебным столом, причем это действительно сложное такое сооружение, совершенно непонятно, как оно держится, и внизу еще летает птичка. И называется это так, или лекториус, подсвечник, ворос, паук, паёкас, жаронделей, канделябр, жарондель, рекатукас. Это вот с удовольствием даю перевод – храповое колесо. Ну, это зубчатое колесо в часах, например. Ну, приятно поразить. Рекяжис, криелис, щирши у нас, шершень, дангус – небо, это важно, роюс – рай, карулис – весюлька, и, значит, тут просматриваются два направления. Или это действительно нечто вроде люстра-канделябра свисающая, или это нечто отсылающее к энтомологическому коду, к шершню, к осиному гнезду, и, кроме того, отсылающее к материалам, из которого изготовлен сад. И последнее, но не… Ну, может быть, наиболее важное – это связь с небом, верхом, то есть уже то, что подвешено, предполагает, что это находится наверху. Теперь, в XIX веке – дзукиский сад. Это большая еловая ветка, летом украшенная зеленью, зимой цветной бумагой, висящая над главным столом, над свадебным столом. Рядом вешаются светильники, которые представляют собой следующее. Втыкают щепки в круглый овощ, там, в редьку или в связло, и делают 3-4 свечи, так называемых, которые подвешивают под потолком. Или это соломенный жгут, или подвешенная верхушкой вниз елка, опять-таки, украшенная цветной бумагой, конфетами, яблоками и так далее. Дзуки в это же время уже делали сады, вот эти, лектории или поемкой, из соломы, которую разрезали на равные отрезки и нанизывали на нить так, что получался вот этот вот самый многогранник, состоящий из маленьких многогранников. Действительно, это уже не Бальтиз, а мы. Но непонятно, как они держатся, как их хранить, как они не ломаются. В общем, вещь совершенно удивительная. Кроме того, вместо них, а потом в каких-то случаях и под ними, над столом вешали колыбельку с тряпичной куклой. А в середине XX века этот обычай начинает распространяться, и потом приходит к тому, что к этому саду, вот соломенному многограннику, подвешивается не птичка, а колыбелька с ребенком. Причем охраняющие колыбельку, это, так сказать, ритуал, начинают ее раскачивать, а молодые должны ее поймать, и кто схватит жених или невеста, кто первый схватит. Соответственно, поэтому определяется пол первого ребенка. Сад жителей Утяны в конце XIX века – это елочка, увешанная яблоками, баранками, конфетами, а внутри нее спрятан оградник а этот оградник – это баночка или сосуд, я бы сказала, с водкой или с вином. И она тоже подвешивается к потолку, или подвешиваемая к потолку елка, или соломенной домовой. широко известное украшение из нанизанной на нитку соломы. Ну, как оно выглядит, мы с Марией Вячеславовной не знаем, правда? Жители Купишкиса делали сад из соломы и цветов в форме шара и вешали его над столом. или верхушку елки или мотовила украшали зеленью, бумагой, блестками, вешали морковь и другие овощи и даже качан капусты, яблоки, орехи, то есть такой полный урожайный набор. В саду есть и садовник с женой, сделанный из свеклы, и воробушек. Кроме того, прикрепляли сальные свечи, то есть необыкновенно сложное сооружение. Значит, информант говорит, теперь такие сады не делают, то есть это 40-е годы. В конце 19-го или начале 20-го века начали плести эти сады из соломинок и получали гнезда, которые объединялись друг с другом, и все вместе это получало форму ромба, куба или бочки. Не только из соломы, но и из свиной щетины. Дальше пропускаю, потому что совершенно непонятно, из чего это делалось. Какой-то предмет, какой-то инструмент, оплетенный зеленью. И обязательно должна была быть птица, привязанная внизу. Я не знаю, так, там две картинки сразу бы. А их одновременно нельзя, они разные. Там птица есть, ну ладно, был с этим. Автор опровергает такую принятую точку зрения, что свадебный сад известен только в северной, восточной и юго-восточной Литве, распространяя это, в общем, на всю Литву. И это особенно эффектно выглядит, когда описывается угол невесты. Для украшения угла невесты на потолок вешали три подвески, сплетенные из самшита и барвинка, из золочеными яблоками, ожерелья из ягод, цветные вырезки из бумаги и так далее. На шелковых нитях качались яблоки, деревянные птички, бумажные цветы, чаще всего украшенные золотой и серебряной нитью. И опять-таки в середине висела плетеная подвеска с самыми красивыми украшениями. в конце свадьбы этот угол свадебный разрушали, стараясь прихватить что-нибудь для себя. Что это было такое явно интересное ритуал. поэтому заранее заботливые руки, это цитата из записи, перемещали эту подвеску как исключительную собственность невесты в безопасное место. Жемальтам свадебный сад неизвестен, а его функции выполняют разные элементы украшения дома и повозок гостей. То есть дом украшается венками из елок, можжевельника, брусники, мирта, лаванды, руты летом, из дуба, клёна, из цветов. Полы усыпаются веточками зелёных елок, венки зелёные, а под потолком на нитях подвешивали птенчиков из бумаги или яичной скорлупы. Также украшали повозки на повозки свата, ставили зимой 4 и 6 ёлок, летом берёзы, на которых развешивали букеты и вырезки из бумаги или колокольчики. Таким образом, до вот этого сада в конце 19-го, первой половине 20-го века в Литве доминировали ещё, кроме многограника и соломы, доминировал второй вид украшенная верхушка или ветка хвойного дерева или её имитация. Аналоги можно видеть и в современной Польше, хотя там нет садов, сделанных исключительно из соломы. В окрестностях Радома сад – это ветка сосны или груши, украшенная яблоками. В окрестностях Люблина сад, ну, то есть, очевидно, ветка украшивается перьями павлина и на верхушку вешают яблоки. В окрестностях Кракова сад из веток и верхушек сосны. То есть, ну, вот, бальцы с ней пишут, вот это называется тоже сад или нет, или это называется как-то по-другому, или это тоже сад. Украшают перьями петуха, кусками черной и красной ткани и соломинками. Действительно, вот этот набор примечательен, как он варьируется и появляется в разных воплощениях. В Мазовии такой сад называют венец и делают его из елки, пихты, розмарина, мирта. То есть, польский свадебный сад это верхушка сосны, елки, реже дуба, яблони, груши. Аналоги есть и в других славянских странах. В некоторых районах России таким аналогом считается девия красота. То есть, сначала это была елка или березка украшенная цветной бумагой и лентами, и она крепилась к углу дома, к коньку или к верее, а потом украшение из ленты или головной убор. Ну и, соответственно, много текстов, песен ритуальных посвященных девии красоте, что ведь этому-то деревцу не бывает два раза в зелени красота, девия красота. Девию, девичью красоту выкупает жених, ее потом прикрепляют к повозке, в которой молодые едут на свадьбу, а по дороге в церковь девичью красоту выбрасывают в поле. Ну, значение понятно. Другой аналог свадебного сада у славян связан с караваем. И в свадебный вильце, в свадебный пирог вставляется верхушка сосны зимой или лиственных деревьев летом, украшенные цветами и лентами. И верхушку привязывают в потолок гвоздю. То есть, опять-таки, появляется этот мотив верха. Последний пример позволяет сделать предположение, что раньше сад и каравай могли быть единым свадебным символом, объединяющим мифологемы дерева и злаков. Здесь дальше идут аналоги с фессимофориями. И естественный вывод автора, что свадебный сад связан с мировым древом. мотив плодородия или эротический подтекст действительно ярко проступает в текстах, мотивах, обрядах, связанных со свадьбой и соответственно с деревом. во-первых, это известное и в русском заламывание деревьев, в русском чаще всего береза, калина, или белорусский свадебный каравай в форме елочной шишки, или южнославянская песня о матери, сидевшей девять лет на еле и на десятый год родившей сына. Тогда отдельный пример это так. Ну вот, славянский языческий обряд обведения вокруг дерева венчали вокруг ели, а черти пели и его реликты. Информации о дохристианских свадебных обрядах в священных лесах или около особых деревьев у балтов нет, но некоторые сведения о почитании священных рощ или таких деревьев, через которых призываются древние боги, обнаруживаются в общем указания начиная с 11 века. Об этом, например, свидетельствует Матвей Приторий и эти реликты сохранились до 17 века, а вера в жизненную силу деревьев по данным этнографических календарей описаний рабочих семейных праздников фольклора сохранилось и до сих пор. И, конечно, особо это касается свадебных песен. В дайнах верхушка сосны, сосновые веточки, символы плодовитости, перехода в статус замужней женщины. из свадебных речей просим к столу Повелоса Бероноса не просто к столу, а с сосенкой, с веточкой попрощаться с Онули, которая отправляется в долгий путь. Сосна связана с Дионисом, мутовки сосны украшают его скипетр, а сосновые гирлянды алтарь с Ардемидой, Деметрой, Кибелой, Посейдоном, Паном, сосновый венок, Аттисом, превращенным в сосну, Сильваном и так далее. Особое внимание обращено на празднество, посвященное Кибели и Аттису, где Аттис, который превращается в сосну и где обернутая холстом сосна представляла тело Аттиса, а на третий день празднества старший жрец резал руку себе, жертвуя, окропляя своей кровью сосну и торжественно объявлял о воскрешении Аттиса. И цель ритуала богатый урожай и приплод скота. Важным элементом фессимофории была сосна, то есть связанными с Деметро и Персифоном. Это ветки сосны, но пинии с шишками. Целью ритуала был опять-таки богатый урожай и главным образом плодовитость и здоровое потомство. О символике шишки сосновой эротической излишне говорит. И таким же символом плодородия, связанным с мировым деревом, является литовский свадебный сад, который до XIX или до начала XX века, как уже было сказано, сохранял вот этот архаичный вид верхушки или ветка сосны, украшенная зеленью или цветной бумагой. Теперь вот этот вот сад многогранник из соломы известен латышам. Солома или колосья, то, что относится к злакам, встречается и в других свадебных обрядах. Например, в начале XX века в районе современного Швенчониса сохранялся обычай во время свадьбы ставить в огороде или в избе сноп ржи, украшать его и водить вокруг каравод. Или молодую жену встречал у дома, там ставили пучок, ну не пучок, я не знаю, как это назвать, соломы. На него клали коровай хлеба и обвязывали лентой. Сходной обычай в начале XVII века был известен Теодору Лепнеру. Молодую жену у ворот дома мужа встречали две старые женщины с положенным на дороге пучком соломы, через которые нужно было переехать. Ну, устилание пола соломой известно и в других традициях или дороге, в частности и в русской. Поляки осыпали избы соломы перед Рождеством, сербы перед Новым годом, русские на новоселье. Во второй половине XX века, когда образ, простите, обряд покупки свадебного сада стал забываться и в конце XX века осталась только инсценировка захвата стола, называемая куплей сада, то есть выкуп невесты, частично изменилась и символика самого сада. Известные сегодня и распространенные во всей Литве сады из соломы, которые вешаются над праздничным столом, используются как деталь декора домашнего интерьера. Осенью XII года в Соломьестите район Купишкиса открыли музей соломенных садов и звезд. В XXI веке сады, по словам самих плетельщиков, стали символом дома, сада, родного гнезда, в которые мы возвращаемся и которые охраняют души умерших предков. символом связи были эти сады или являются между будущим и прошлым, то есть между поколениями, мостом между новым и старым, а на свадьбе символом новой жизни, надежды, символом защиты дома от гнева Перкунаса, а во время весеннего равнодействия символом единства с природой и гармонии. все вам. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Владимировна, и спасибо автору доклада. Срадебное деревце у белорусов тоже представлено очень широко, практически так же, как и у литовцев, у латышей прозвучало у полянов. И здесь у нас это обязательно или вечно зеленое, то есть объяснение это вечно зеленая елка или сосна или плодовые яблони или груши, то есть или вечно зеленые, или как плодовые деревья. Но когда я увидела вот эти соломенную красоту, я сразу подумала, ого, наши пауки, даже не подумав, что это может быть и литовское изделие. То есть в Белоруссии вот эта красота, она называется не садом, а только паук, никак по-другому. и вешается во время или перед Новым Годом, во время Рождества, или на Пасху, на Великую. То есть идея такая, что как по-фокусу и свет создает вот этот свой свет, так и создается вот Новый Год. У нас это вот символ начала нового витка календарного. Оказывается у соседей как символ возрождение новой семьи, что семантически, конечно, можно уравнять. То есть эта традиция шире, чем только балтийская. Спасибо. Совсем не специалист, но что-то есть у Юфина. Да, у Юфина есть. Украшение там Киммель называется тоже. Возможно, это какая-то циркунбалтийская, циркунбалтийская применение циркунбалтийская. Вы знаете, меня очень эта тема интересует, потому что я когда-то занималась этими свадебными садами в связи с садами Адониса. Сады Адониса это древнегреческий ритуал, когда высаживаются ростки на такое блюдо семена, которые дают ростки, а потом эти ростки после того, как они проросли, они увядают, их пускают по воде. Это символизирует вот такую смерть Адониса. Но важно то, что эти сады Адониса, вот это блюдо с ростками, поднимают вверх. И вот то, чего нету в докладе коллеги Бальсиса, он напоминает об этом, и есть же название этих садов от неба Донбуз. Вот эту важную вещь он, мне кажется, упустил то, что это действительно небесные сады, это сады верхнего мира. И строго говоря, они поразительные, как их делают из соломы, как они держатся, каким образом их изготовить, чтобы это не смялось, не сломалось, и все. Это все это какое-то нечто невероятное, ну, невероятное, которое и является указанием, мне кажется, принадлежности этих садов к верхнему миру, или вот то, что Дмитрий Михайлович фантомной любовью назвал, но вот нечто, что-то такое вот фантомное в этих свадебных садах, которые, как бы они не менялись, но они все время стремятся вверх. В кубичке в моем родном я еще видела эти традиции, то есть сад на самом деле вешается у красного угла, там, где будут усаживать молодых, но его надо выкупить, выкупить надо. А, выкупать, выкупать, выкупить, и пока едут церковь молодые, переодеваются обычно самый старый мужик, одеваются невесты и так далее, делается карнавал, они садятся вот за этот главный стол, и приехавшие молодые, для них нету места, ее надо выкупить, потому что сад это многогранность, это счастье, это удача, это согласие, и после некоторого торга конфет и пива или хорошего вина, все-таки переодевшиеся уступают место. сад 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 и сад сад